Тверская область продолжает оказывать поддержку подшефной территории, городу Бердянску Запорожской области. Регион вернулся в состав России почти год назад. Более чем за год в Бердянск было отправлено несколько партий крупных гуманитарных грузов, в составе которых было и продовольствие, и школьные принадлежности, строительные материалы, корма питомцам приюта для животных и даже книги. Килограммы русской литературы были собраны и доставлены при поддержке Общественной палаты Твери и библиотеки имени Герцена. Тверская область взяла шефство над Приморским городом Бердянском Запорожской области в 2022 году. Летом того же года в рамках визита нашей делегации на новую территорию между нашими регионами было подписано соглашение о сотрудничестве в разных областях жизни. Это сотрудничество развивается и по сей день. И это не только отправка гуманитарных грузов. К работе подключились тверские волонтеры и даже члены Общественной палаты города Твери. Это работа не по оказанию помощи, а работа по совместным проектам, по налаживанию сотрудничества, по коммуникации, по общению. Для того, чтобы бердянских коллег наших вовлечь в орбиту тех общественных проектов, которые мы сегодня ведем в Твери. Гуманитарная помощь – одно из важных направлений. Это отправка товаров первой необходимости строительных материалов, медикаментов. Но еще важной миссией было помочь перезапустить работу бердянских библиотек, пополнить их книгами. Как известно, с русской литературой там были проблемы. Заполнить освободившись от украинских изданий сомнительного содержания полки помогла директор муниципальной библиотечной системы Твери Елена Баранова. Она была в рабочей поездке в Бердянске и отметила, что коллеги приняли руку помощи. Еще команда из Твери привезла и книги. Полторы тысячи книг мы первый раз собрали. Собрали книги, нам помогали. Очень хорошо помог полиграф-комбинат детской литературы. Много новой мы собрали. В основном тогда мы везли детскую литературу. Оказалось, что помощь нужна в методическом плане, помощь нужна и в комплектовании, помощь нужна даже в организации самого библиотечного обслуживания. Книги также собирали и жители Твери. В основном это произведения русских классиков. В общей сложности для бердянских книгохранилищ было приготовлено около пяти тысяч книг. Работа продолжается. Книги можно привезти в библиотеку имени Герцена. Еще одно важное направление – помощь местному приюту для братьев наших меньших. Его хозяйка Валентина Мамай в прошлом году стала жертвой теракта. Ее автомобиль был взорван. Чудом женщина осталась жива. Сейчас она вернулась к своим подопечным. По словам депутата Тверской городской думы Дмитрия Нечаева, побывавшего в бердянском приюте и оказывающего ему посильную помощь, сейчас там около 300 собак. При поддержке правительства нашего региона туда была отправлена партия гуманитарной помощи. Поводки, миски, медикаменты. Но приют постоянно нуждается в этой помощи. Посылаем медикаменты, препараты для стерилизации, шприцы, корм, конечно же. В этом нам здорово помогает и мелькомбинат наш, который выпускает. Корма бесплатно предоставляет нам достаточно большое количество, которое мы туда им пересылаем. Это сотни килограммов корма для братьев наших меньших, оказавшихся без опеки хозяев. Кроме того, наши общественники уделили внимание местному дому престарелых. Как отметил Вадим Рыбачок, реализуя этот проект, коммуникации с Бердянском удалось объединить огромное количество людей. Не только членов общественной палаты, не только работников госструктур, но и предпринимателей, волонтеров, да и в целом неравнодушных жителей Твери, которые готовы протянуть руку помощи новым соотечественникам, несмотря на тысячу с лишним километров, которые нас разделяют.